Даже пятилетнему малышу можно объяснить, вот ты идешь в школу или в детский сад. Если тебе там не нравится, но особенно в школе, в школе уже надо учиться, то это работа. Это работа для того, чтобы потом, когда ты вырастешь, ты мог зарабатывать деньги. Это не кайф, это просто работа. А вот, когда ты находишься дома и я тебе помогу заниматься тем, что тебе нравится. Если ты любишь фехтование, то фехтование. Если ты любишь шахматы, то шахматы. Если живопись, то живопись. Если спорт, то спорт, все что угодно. Когда ты дома, со мной, с семьей, с мамой, с папой, и когда ходишь и занимаешься тем, что тебе нравится, это не работа. Это уже твой архитектурный проект. То есть ты строишь домик. Ты в своей жизни строишь домик. А чтобы домик был хорошим, нужно построить в этом домике самого себя. Тебе нужно знать, какой должен быть домик, кто в этом домике будет жить, из чего его строить. И все это начинается с тебя самого. И вот как только вы это разделили, тогда маленький ребенок постепенно привыкнет. Там нужно отработать. Как вот пришел на завод у конвейера, отстоял и вернулся. Получить знания, сделать домашнее задание, получить оценки, чтобы тебя пустили дальше и так далее. Чистая работа. А все с тебя в кайф. Даже если это физика, то школа не даст тебе кайфовой физики. Если ты действительно балдеешь от физики, тогда ты пришел из школы и занялся уже другой физикой. Ты читаешь дополнительную литературу, первоисточники. Тем более в интернете это все открыто. Если ребенку это объяснить, что есть работа для того, чтобы получить пропуск, а есть творчество для того, чтобы быть охрененным в своем охрененном домике. Это две разные ипостаси. Ребенок, по-моему, очень быстро сообразит. И вот эта четкость функционального мышления, которое вы закладываете у ребенка, у него не все так намешано, а он начинает сразу разделять. И вы ему придумаете жанр. Обязательно надо придумать ребенку жанр, да? Роль. Ты пошел в школу, ты исполняешь роль подчиненного, который должен выполнить некие операции, чтобы потом ему не мешали шагать дальше в следующее учреждение, которое все равно необходимое. А когда ты приходишь домой или занимаешься тем, что тебе нравится, или ходишь в секции, которые тебе нравятся, это ты уже художник. Ты уже творишь свою жизнь вместе с нами, с родителями. Ребенка на какие-то успехи, свершения и так далее. В детском возрасте это на самом деле гордость родителей. Это когда что-то ребенок делает хорошо, и вы при других взрослых говорите, как ваш ребенок с чем-то хорошо справляется. Для ребенка для него это становится важно. Он понимает, что это предмет для обсуждения, что в этом предмете для обсуждения можно получить позитивную оценку. Важно ребенка не фрустрировать, когда у него что-то не получается. Самое опасное, если у него что-то не получается, вы дальше говорите, что я в твоем возрасте или еще что-то, сообщаете кучу всяких разных негативных конструкций, у него и так проблема, потому что у него не получается, а еще вы тут обвалились со всем этим. Какой шанс на будущее мотивации? Шанс на мотивации абсолютно никакие. С другой стороны, конечно, должен быть определенный дефицит, который у ребенка должен формироваться. Он захотел каких-то игрушек, и, допустим, у вас есть возможность купить сразу весь набор этих игрушек. Не нужно сразу все. Можно сказать, вот так все, давайте самую красивую выберем, и дальше ребенок выбрал самую хорошую. Дальше у него есть идея, что с вами дальше поддерживать хорошие отношения. Если вы думаете, что с вами дети поддерживают хорошие отношения из любви к вам не испытываете наивности, именно от вас что-то надо. И, значит, соответственно, можно с вами этот вопрос обсуждать, ходить, рассказывать и так далее. И вы просто формируете у ребенка, что можно делать какие-то действия, которые приведут к тому, что что-то будет дальше случаться. И это важная мотивационная часть. Если вы сразу на ребенка обрушиваете все решение, то, ну, то есть, решение всех его проблем, то, значит, у него нету, как бы, ну, он будет ждать, что это, откуда-то это счастье на него свалится. Вот. А оно, как известно, в жизни так просто не сваливается. Вот. Поэтому это вот какое-то, создавать некую отсроченность в удовольствии, но, как бы сказать, не шантажное, а вот какое-то такое рациональное, здравое. Да? Ну, я не знаю, там, там, я не знаю, читаете, вы на ночь книжку ребенку, час лучше на ночь книжку читать ребенку, вот, вы читаете на ночь книжку, он дико возбудился и хочет, значит, продолжение банкета, потому что там интересные развиваются события. Вот. Значит, что-нибудь с драконом или со совами или еще с кем-нибудь. Вот. И, значит, и дальше вы можете, пускай, поддаться, вот, если вы поддаетесь на, как бы, шантаж, не надейтесь на уговоры, не надейтесь, что вы когда-то сможете дисциплинировать ребенка. Если ребенок знает, что на вас можно продавить, вот, то он всегда будет продавливать. Вот. Если он знает и есть специфический тон голоса, спокойный, уверенный и так далее, что все, нет, на сегодня закончили. Вот. И ребенок знает, что если это прозвучало, то после этого любые последующие манипуляции, стояние на голове, крики, вопли, там и так далее, вот, не будут действовать. Но он просто прекратит эти тактики соответствующие. Вот. Поэтому, да, если там это прошло, то дальше вы можете, опять же, это использовать как мотивацию, что вы, например, сейчас ты заснешь, это тебе все приснится, вот, завтра мы с тобой это обсудим, вот, и прочитаем, значит, вот, в какой-то момент еще дополнительно какую-то часть времени, там днем, например. Вот. И вы создаете, как бы, вот это отставленное чуть-чуть удовольствие, ради которого ребенку нужно будет как-то учиться себя сдерживать, учиться, как бы, концентрироваться, учиться строить отношения, там и так далее. Вот. Поэтому, если говорить про мотивации, то это вот учиться чуть-чуть растягивать выдачу того, что ребенку хочется, вот, для того, чтобы дать ему возможность в это время как-то больше на этом сконцентрироваться и потренировать, соответственно, свой мозг к таким вещам. Вот. Если мы говорим про ребенка, который старше, вот, то, значит, ну, современные дети в каком-то смысле взрослеют существенно старше, существенно раньше, да, ну, то есть, они раньше знакомятся с тем, что такая сексуальность, да, потому что все это, так сказать, во всех местах валяется, вот, они раньше, я не знаю, ну, какие-то, ну, то есть, масса всякой ерунды попадает раньше времени, вот, опять же, там, про деньги, там, вот, про, там, я не знаю, про какие-то успехи где-то и прочее, вот, что, конечно, предельно не соответствует действительности, вот, и ребенок уверен, что он, значит, после того, как выйдет из родной семьи, он невероятно станет сразу успешным, популярным, и вообще просто на него все блага обсыпятся, только надо, чтобы родители куда-нибудь делись, вот, потому что наша массовая культура, она, в общем, достаточно идиотическая, дает обещание, которое может не выполнять, потому что с нее все равно ничего не потребуешь, да, поэтому надо понимать, что дети в определенном смысле взрослеют раньше, не в смысле того, что их мозг становится более взрослым, наоборот, мозги часто у современных детей как раз, почему во всем мире увеличивают период школьного образования, то есть он там растет, там, 10 было лет, потом 11, сейчас 12, где-то и так далее, вот, и это дальше будет расти, потому что сам мозг, в общем, достаточно инфантильный, вот, и нужно детей продержать в этой, как бы сказать, конструкции, при которой у них нету шансов принимать самостоятельных решений, вот, и чем дольше они находятся в школе, где привычно, что они не могут принимать каких-то влияющих на их судьбу самостоятельных решений, тем лучше, вот, поэтому, значит, да, то есть они информационно, как бы сказать, по погруженности в контексты, они начинают быть знакомы с жизнью раньше, там, я не знаю, про насилие, я не знаю, ну, про все на свете, про что раньше дети узнавали достаточно поздно, потому что родители их оберегали, а эта информация не валялась, так сказать, на каждом углу, вот, поэтому, здесь вот в чем сложность, сложность, что у ребенка еще нету зрелости, при этом, понятно, что, неважно, ребенку 3 года, 5 лет, или, там, вот, он всегда считает себя самым правым, во всем, все ему понятно, вот, это все остальные идиоты ничего не понимают, вот, значит, он, он-то, конечно, боится, вот, поэтому, им в голову попадают масса всякой разной информации, которую они пока не могут не осмыслить, не увидеть все ее, как бы, обстоятельства, не увидеть весь ее объем, да, но вот, что, в общем, не мешает им делать ему заключение, космического масштаба и космической же глупости, поэтому, здесь важно иметь, с, как бы, подростком, которому, там, это 13-14 лет, это очень важный период, когда, вот, только вот начинается пубертат, он еще не ввалился в пубертат, в пубертате, при появлении вторичных половых признаков, ребенок, в принципе, протестное существо, вот, оно, в принципе, всех видело, значит, как бы, сказать, в известном месте, вот, да, и вот этот период очень важный для того, чтобы, как бы, начать формировать вот такие партнерские отношения, при которых можно что-то обсуждать, то есть, это не когда вы директивно что-то ребенку сообщаете, а вы с ним, как бы, обмениваетесь мнениями, вот, если вы, там, условно, с 10 до 14 лет, сформировали конструкцию, при которой вы можете обмениваться мнениями с ребенком по какой-то теме, то, когда у него случится пубертат, и он, собственно говоря, в целом, как бы, сказать, будет в протестном отношении, он будет знать, что вот такой формат существует, и тогда очень сложные темы, которые, как бы, которым он еще не способен, которые понять, но которые уже, как бы, сказать, ему мир предлагает во всех, во всей красе, вот, вы можете, будете иметь, как бы, право голоса в обсуждении таких вещей, вот, и, конечно, здесь надо, как бы, не бояться, как бы, сказать, больше ссылаться на свой лично-человеческий опыт, с 10 лет, раньше это вообще бессмысленно делать, но вот, но с 10 лет ребенок начинает понимать, что вы какой-то такой достаточно человек, который что-то там, как-то со своей жизнью, вот, и, значит, но, родители почему-то любят рассказывать про себя детям, когда им 2 или 3 года, они так садятся, как вот ты вырастишь, и вы так будете сложны в институте, вот, значит, но лучше это рассказать, когда ребенку уже случилось 10, вот, потому что он хоть поймет, хоть что-то поймет из того, что вы будете, и у него, возможно, возникнет интерес к тому, что происходит, а так родители понарассказывают все, в 3-4 года поймут, что их не понимают, не любят, и используют просто как банкомат на колесиках, вот, на ножках, вот, и 10 годам перестают вести коммуникацию, а на самом деле 10 лет, это как раз тот возраст, когда вы можете представить для ребенка, человеком, у которого есть свои собственные какие-то опыты, жизненные обстоятельства, там, и так далее, и ребенку в этом возрасте, это может быть даже в каком-то смысле интересно, вот, поэтому, значит, предложение, так сказать, ребенку помогать, создавать дефицит, вот, но при этом, значит, с 10 лет формировать его, как бы, так сказать, взаимодействуя с вами, как с человеком, который, как что-то прожил, что-то понимает, что-то знает, вот, и, соответственно, в этом смысле может являться таким дополнительным, мотивирующим фактором ребенка. Так, понимаем, депрессия, потому что, если у стариков все эти процессы, как бы, немножко угасают, да, то у молодых, они только формируются. Я переведу очень простой пример, понятный каждой женщине. Если женщине 35 лет, у нее нарушен менструальный цикл, у нее что-то происходит, ей надо идти к гинекологу, к врачу, сдавать анализы, что-то не то, может, воспаление, может, еще что-то. А если у девочки 13 лет, у нее вообще цикла нет, у нее справедливость, ну да, она же ей 13 лет, какой менструальный цикл? А причина та же самая, это как болезнь, но просто это не считается болезнью, она маленькая еще, но по ее переживаниям, по гормональным проблемам, это то же самое, что гормональный сбой, в 35. Но мы к этому относимся так, как будто это, ну возрастное, эти мальчики-подростки, да, сумасшедшие, ну возрастное, суицид детский, нюханье клея, и все, ну возрастное. На самом деле депрессия в этом возрасте такая же, да не такая же, а более острая может быть, чем в пожилом, потому что очень неокрепшая психика, психика как у маленького ребенка, при этом амбиции как у взрослого человека, и это порождает конфликт. Плюс сердечно-сосудистая система не успевает за костно-мышечной, то есть, ну в этом возрасте, в детском, подростковом, они растут быстро, а сердце, да вообще надпочечники, гормоны не успевают все это, рост обслуживать, дети идут в разнос, что это значит? Они становятся крикливыми, слезливыми, они всеми устают, у них нет сил, им задают дофига, у них наоборот самый тяжелый период, так сказать, академический в жизни, а им хочется просто лечь и поспать. Да, плюс они начинают пить, курить, по статистике даже наркотики, нюха не клея в России в 12,5 лет начинается, а секс 15,5, многие просто не знают. Так вот, а у них самый тяжелый период, именно гормональный тяжелый период, и, к сожалению, в этом возрасте очень часто бывают эти депрессивные эпизоды, я никто, я, меня никто не любит, я полный урод, я не такой, как все, или я такой, как все, это еще хуже, и так далее. И это, конечно же, повод родителей, тут уже без родителей не обойдешься, понять, что не надо воевать с ребенком, не надо говорить, что у него ЕГЭ, это самое большое событие в его жизни, надо понять, что ему плохо, ему требуется помощь. И вот тут мы подходим к вопросу, как это понять, как это распознать, причем это касается не только детей, опять же, тех же пожилых членов семьи, вот на что надо обратить внимание, что должно насторожить, к чему надо присмотреться другим родственникам, да не знаю, даже эмоциональное окружение. Изменение поведения, изменение массы тела, ну, например, такие тяжелейшие заболевания, как анорексия, булимия, это же тоже все родные сестры, братья, депрессия, да? Когда девочка вдруг перестает есть, блюет вместо этого, вызывает рвоту, когда мальчик говорит, я весь такой страшный, прыщавый, мелкий, и страдает из-за этого, и тоже пытается что-то делать. Нарушение сна, многие не могут заснуть, типа, положи телефон, спи, а вы думаете, если бы он мог спать, он бы в телефон играл? Тут такая взаимоисключающая история, он играет, ему тревога, он должен ее на что-то сбросить. Постоянные тревоги, страхи, постоянное недовольство собой, непринятие себя, смена настроений, от ржания к плаксивости, от гнева к радости. Вот все вот эти симптомы могут насторожить родителей и должны их насторожить. Но тут, в общем-то, чаще всего люди ссылаются на то, что это возраст и так далее. Мне кажется, здесь проблема еще в какой-то низкой культуре именно восприятия этой угрозы как серьезной. Не то, что низкая, просто в отсутствии культуры. Никто ребенку не будет просто так прописывать и какие антидепрессанты. Более того, это же врачи, которые с детьми работают, и детский врач, пусть он психиатр, психоневролог и так далее, но это детский. И он, наоборот, будет что-то щадящее предлагать. Может, как раз вот твои эти БАДы и понадобятся, да? Или какие-то более здоровые отношения в семье, где не надо эту гонку устраивать за этими экзаменами, чтобы ребенка был режим, чтобы он высыпался, отдыхал. Кто-то предложит перевезти в нормальную школу церковно-приходскую, а не в самую крутую, чтобы он там загнулся просто. И так далее. То есть здесь как раз очень много коррекции. Я могу, я сейчас очень плохо помню, потому что я работал, я закончил, закончил работать в школе, когда мне было 29 лет. То есть 30 лет я уже в школе не работал, а сейчас мне уже 58. Но что-то я еще помню из школьных, да, из старшеклассники, вот их внутреннее состояние достаточно тяжелое, нестабильное. Самый, как сказать, самый спокойный период у детей, это возраст примерно, вот у них заканчивается кризис трехлетнего возраста, от 4 и до 12. вот они спокойные, они то в садик пойдут, то те в школу, хочешь тебе посуду помоют, хочешь пятерку принесут, а до 4 они пытаются найти место под солнцем, у них острый конфликт с родителями, они на все говорят нет, а после 12, извиняйте, у девочек начинается меч, но и у мальчиков полюсные, и все идут в разнос. 13, 14, 15, 16 постепенно начинают устаканиваться, успокаиваться, и в общем, те, кто пережил этот период вовремя, в 18 уже чувствуют себя нормально. Но это периоды тяжелые, и депрессия там может быть. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok